Девушки отдыхают Мы начинаем второй сезон очень важной серии программ «Как Иисус выполняет библейский иудаизм». Так она называется. И в этом выпуске мы будем докапываться до происхождения веры. Я знаю, что во время этой программы люди заново откроют для себя, кто они в Господе, а также укрепят свою веру, узнав о корнях этой самой веры. Так прекрасно осознавать, что вера началась не с нас с вами, и не с какого-то нашего решения. Вера появилась, потому что Бог родил ее в нашем духе по своей суверенности. Библия говорит, что мы спасены по благодати через веру. И при этом даже наша вера — это подарок от Бога. Да, а сейчас я хотела бы помолиться за всех нас. Молитесь вместе со мной. Откройте свой дух, свое сердце, Господу. Отец Небесный, мы просим Твой дух о новом и свежем слове, которое изменит нашу жизнь во время проповеди Равина Шнайдера. Во имя Иисуса. Баруха Шем, благословенное имя Господа. Люди часто спрашивают меня, что означает этот жест. Это символ того, что Слово Божие устремляется к вам. Библия говорит, что Слово Божие живое действенно и острее, ничьей обоюдоострого. Отец, мы просим Тебя, чтобы Твое Слово действовало остро и гладко в нашей жизни. Я очень взволнован из-за той серии, которую мы начинаем сегодня. Сегодня мы начинаем второй сезон программ под названием «Как Иисус выполняет библейский иудаизм». В первом сезоне я показал вам, как Ветхий Завет, который в иудаизме называют Танахом, и Новый Завет подходят друг к другу, как рука и перчатка. Бог никогда не планировал, чтобы они были разделенными книгами, разделенными Заветами. Но в реальности Библия — это поток прогрессирующего откровения. Вот почему первая глава первой книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, начинается такими словами. Родословие Иисуса Христа, Сына Давида, Сына Авраама. То есть Новый Завет начинается с прослеживания происхождения Иисуса до самой книги Бытия. Итак, в первом сезоне мы говорили о том, что Библия — это прогрессирующее откровение. Я рекомендую вам просмотреть весь тот сезон. Но сегодня мы начинаем второй сезон, и я хочу поговорить о плане спасения. Очень часто люди читают Ветхий Завет или Танах, а потом переходят к Новому Завету и не видят, как они взаимосвязаны. А я пытаюсь показать вам, что Ветхий и Новый Завет все же взаимосвязаны благодаря цельному откровению. Одно вытекает из другого, а кульминация этого откровения приходит к нам через Иисуса. И чтобы понять это, сегодня мы рассмотрим план спасения и его развитие. Вот в чем вопрос. Отличался ли план спасения, показанный в Танахе, от того, что мы видим в Новом Завете? Или же они всегда были одинаковыми? Я вам это покажу, потому что цель этого сезона — доказать, что Ветхий и Новый Завет заодно, и что Иисус выполнил библейский иудаизм. Я покажу вам, что план спасения всегда был одинаковым. Мы знаем, что план спасения раскрывается в Новом Завете, но мы также видим, как этот же план, но в более примитивной форме, раскрывается в Ветхом Завете. Итак, давайте начинать. Отец Небесный, мы просим Тебя, приди и принеси нам откровение во всей ясности во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Хочу начать с доктрины, которой многие из вас не были научены. И поэтому многие годы у вас было много противоречий. Я хочу поговорить о суверенности Бога в вопросе спасения. Иногда мы называем это доктриной избрания. Я покажу вам ее в Слове Божьем. Возможно, вы никогда об этом не слышали, и поэтому это может вызвать у вас некий дискомфорт. Я прошу вас посмотреть несколько наших выпусков, и вместо того, чтобы реагировать, постарайтесь сдержать свои эмоции и позвольте провести вас через Слово Божие. Будьте открыты к Слову Божьему. Я хочу учиться об этом не для того, чтобы сеять противоречия, а потому что об этом четко и ясно сказано в Писании. Это важный столб Слова Божьего. И знания о нем станут для вас крайне полезными. Будьте благословен. Для начала мы с вами откроем книгу Бутие, 12 главу, и я прочту вам первый стих из нее. Посмотрим на жизнь Авраама. Мы знаем, что в Новом Завете Авраам назван отцом всех верующих. Авраам — это патриарх иудаизма. Каких мы знаем патриархов иудаизма? Прежде всего, Авраама, его сына Исаака, и его внука Иаком. Поэтому все, что касается нашей веры, начинается именно с Авраама. Из Нового Завета мы узнаем, что благословение Авраам приходит на всех, кто верит. Следовательно, нам важно знать и понимать жизнь Авраама. И сегодня в разговоре о доктрине избрания и Божьей суверенности в вопросе спасения я хотел бы начать жизнь Авраама, поскольку Авраам известен как первый верующий. В Библии были и другие верующие, но именно Авраам назван тем, с кого начался запуск нашей веры. Итак, Битсия 12 глава, первый стих. Господь сказал Авраам, «Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом, и иди в землю, которую я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением». Что мы здесь видим? Приходит Бог и говорит с Авраамом. Он призывает Авраама пойти за ним и дает ему обещание. «Если ты последуешь за мной, я произведу от тебя великий народ и сделаю тебя благословением для всех людей на земле. В твоем семени, Авраам, благословятся все народы земли». Затем Бог изменил имя Авраама на Авраам. Поэтому Авраам и Авраам – это один и тот же человек. Вопрос, над которым я хочу, чтобы вы поразмышляли, звучит так. Как Авраам пришел к вере в единого истинного Бога. Мы знаем, что Авраам был из семьи идолопоклонников. Они не имели откровения о существовании одного истинного Бога. Они не знали Бога Израиля. Так как же Авраам пришел к вере в Творца и как Авраам стал тем, кто распространил учение о монотеизме, о том, что есть всего один Бог по всему миру? Как Авраам стал таким человеком? Может, однажды Авраам просто сидел на камне и размышлял. И благодаря его размышлениям, силе воли и попыткам его разума понять духовный мир, у него наступило прозрение, и он понял, что есть один истинный Бог. Иными словами, Авраам получил откровение о едином истинном Боге. Потому что долго и усиленно размышлял над этим, потому что был очень духовным и религиозным, и сам дошел до этого откровения. Разве так все было? Или же все было совсем иначе, потому что сам Бог сошел и открылся им? Надеюсь, ответ очевиден. Авраам не сам пришел к откровению о том, что есть истинный Бог. Авраам пришел к вере в Творца и Бога Израиля, который также является отцом нашего Господа Иисуса Христа, потому что сам Бог пришел и открылся им. В книге Брешит или Бутие, мы читаем, что Бог сам явился Авраам и заговорил с ним. Авраам смог услышать Бога не потому, что у него был прекрасный духовный слух, а потому что Бог по своей суверенности захотел заговорить с ним. Мы читаем, что Бог снова явился Аврааму у дубов в Мамре. Суть в том, что вера Авраама в Творца была дана ему как дар. Творец являлся не всеми. Он говорил не со всеми. Авраам получил веру, потому что Творец сам явился ему и заговорил с ним. То есть, вера Авраама – это дар, который был суверенно дан ему Творцом. Похожую ситуацию мы видим в Бутии 17 главе 1 стихе. Послушайте, когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я – Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». То есть, Господь являлся не всем, поэтому и вера была не у всех. Они не получили откровения. Откровение производит веру, а вера – это дар Бога. Вот почему в какой-то момент в своем служении Иисус сказал, «Отец, спасибо, что ты открыл это младенцам и скрыл это от мудрых и предусмотрительных». Иными словами, люди имеют веру, когда получают откровение. А откровение люди получают тогда, когда Бог сам решает дать им это откровение. А вот почему Иисус сказал, «Никто не знает Отца, кроме Сына» и того, кого Сын избирает, чтобы открыть Ему Отца. «Я пытаюсь сказать то же самое, что сказал когда-то Иисус». Он сказал, «Никто не сможет прийти ко Мне, если это не будет дано Ему Отцом, и все, кто научен Отцом, придут ко Мне». Что имел в виду Иисус под этими словами? Что к Нему придут только те, кто получат откровение, а получат откровение только те, кому Отец даст Его по Своей суверенной воле. О том же Иисус говорил в Евангелии от Иоанна 15 главе, где Он сказал, «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Просто послушайте внимательно. Это слова самого Иисуса. «Не вы избрали Меня, а Я избрал вас». Далее мы поговорим об этом детальнее. А сейчас давайте продолжим читать. Что же я пытаюсь вам сказать? Как Авраам пришел к откровению о едином истинном Боге путем долгих размышлений, или благодаря какой-то своей праведности, так и мы с вами. Приходим к вере в Иисуса. Не благодаря каким-то своим усилиям, а благодаря тому, что сделал Бог. Бог сам решил открыться нам с вами, как Он сам решил открыться когда-то Авраам. Мы знаем, что в Новом Завете Авраам назван отцом всех верующих. Авраам — это патриарх иудаизма. Поэтому все, что касается нашей веры, начинается именно с Авраама. Продолжим говорить об этом вскоре. Библия говорит, когда звучит шофар, он несет послание. Он говорит «Просни, спящий». Я не могу это сделать. На это способен Дух Святой. Но я верю, что, когда я сейчас подую в этот шофар, мои дорогие и любимые братья и сестры из Уганды, которым приехал послужить, как слуга Всевышнего, я верю, когда я подую в этот шофар, в ваше сердце войдет сверхъестественное помазание. «Проснись, спящий». Кто-то перестанет действовать так, как действовал раньше. Все изменится. Давайте изменим то, о чем мы думали, поднимемся, и будем действовать лучше, потому что древнее прошло, и теперь все новое. Давайте с вами сейчас вместе встанем, и вместе издадим громкий возглас веры. Если вы проявите веру, ваша жизнь вскоре изменится во имя нашего Господа Иисуса. Перейдем в Торе. Тора — это основа Библии. Когда Иисус был в пустыне, и дьявол пришел к нему, чтобы искушать его, что сделал Иисус? Четыре раза цитировал книгу Второзакония. Второзакония — это Тора, основа нашей веры. Тора — это начало. Иисус сказал, «Я пришел не нарушить закон и пророков, а исполнить». Итак, учитывая, что Тора — это основание нашей веры, и что знать ее очень важно, чтобы строить нашу веру на твердом основании, давайте откроем седьмую главу книги Второзакония, шестой и седьмой стихи. Послушайте Слово Божие. Здесь Господь обращается к Израиле. Если вы хотите тонко понимать истину, то вы должны быть знакомы с еврейской Библией, потому что истины вытекают из еврейской Библии. Мы не можем просто рассматривать Новый Завет в вакууме и при этом прийти к пониманию библейской истины. А нужно понять связь Нового Завета с еврейской Библией или Ветхим Заветом. И когда мы поймем, как они оба взаимосвязаны, мы сможем понимать истину куда точнее. А вот почему в Евангелии от Матфея 13 главе Иисус сказал, что все книжники, книжники это те, кто переписывал Библию, делали ее копии, и Иисус сказал, что каждый книжник, который становится его учеником, похож на хозяина дома, выносящего из кладовых дома старое и новое сокровище. Иными словами, нам нужно ценить откровения из еврейской Библии. Мы не можем списывать их со счетов, потому что они основополагающие. Давайте же посмотрим на второзаконие, седьмую главу. Господь обращается к Израилю, ведь ты святой народ Господа твоего Бога. Господь твой Бог избрал тебя. Обратите внимание, Бог говорит Израилю, что Он избрал их. Тот же Бог, который избрал израилетян, дал нам новый замет. Это один и тот же Бог, Бог, которого мы видим в Торе. Это тот же Бог, который дал нам новый замет. Это не был другой Бог. Поэтому мы должны открыть свои сердца, чтобы принять откровение из основания. Второзаконие, шестой стих. «И ведь ты святой народ Господа твоего Бога. Господь твой Бог избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был его народом, его драгоценным достоянием». Тут очевидно несколько вещей. «Во-первых, именно Господь избрал Израиля. Господь твой Бог избрал тебя». Тут не сказано, что Израиль избрал Бога. Я знаю, что есть учение о том, что Бог предложил Тору всем людям на земле, но только евреи приняли ее. Это неправда. Слово Божие говорит четко и ясно, Бог избрал Израиля. Не вы избрали меня, а я избрал вас. Господь твой Бог избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был его народом, его драгоценным достоянием. И снова, Бог избрал Израиль из всех народов на лице земли. Но разве это не очевидно? Бог избрал Израиля среди всех народов мира. Не Израиль избрал Бога, а Бог избрал их. Бог не избрал всех. Он сказал евреям, я избрал вас из всех народов на лице земли. То есть, Бог особенным образом выбрал еврея. Правда в том, что большинство новозаветных верующих сложно это принять. Мы знаем, что Библия неоднократно говорит об особенных отношениях между Богом и еврейским народом. Но послушайте далее. Господь пожелал избрать вас не потому, что вы были многочисленнее других народов, ведь вы были самыми малочисленными, а потому, что любят вас и для того, чтобы сдержать клятву, данную им, вашим отцам. То есть, Бог избрал евреев не потому, что они были такими замечательными. Далее, Бог говорит, что евреи были упрямы. Когда Иисус ходит по земле, Он говорит им, кого из этих пророков вы не преследовали, и кого из этих пророков вы не убили. Иными словами, Бог избрал евреев не потому, что они были лучше других. Он избрал их, потому что любил и потому что решил исполнить клятву, которую дал Авраам. Напоминаю, что Авраам получил свою веру как подарок. Суть в том, что мы часто говорим о том, что Бог ко всем относится одинаково. Мы будто бы заставляем его относиться ко всем одинаково и думаем, если он так не поступает, то это несправедливо, но это лишь человеческие рассуждения. Слово Божие говорит иначе. Бог избрал не всех людей на земле. Он не сделал всех одинаковыми. Мы только что читали, что Он избрал Израиль из всех людей на земле. То есть, Бог сам провел это различие, но не потому, что они были лучше других. Он сам сказал, вы были малым народом, «Я избрал вас, потому что полюбил и потому что я решил сдержать клятву, данную Аврааму». В Писании мы видим, что Бог очень часто называет евреев упрямыми и твердолобами. Моисей прямо перед своей смертью сказал им, вы упрямый народ, и я знаю, что вы отвергнете Божие постановления после моей смерти. Итак, Бог, который знает все и видит будущее, точно избрал Израиль не потому, что знал, что они последуют за ним. Он сделал это по своей суверенности. А на следующей неделе вы узнаете, хотя Бог избрал Израиль из всех людей на лице земли, не потому, что они были лучше, а лишь потому, что Он любил их, и это был Его суверенный выбор, Библия говорит, что в наше время у Бога тоже есть избранный народ на земле. это потомки Авраама, Исаака и Якова. И это не только евреи из Америки, Африки, Азии и всего мира. И вы увидите, что Бог открывается своему избранному народу. Сверх естественно дает им дар веры и влечет их к своему сыну. Когда вы знаете, что вы избраны, это укрепляет вашу веру. Вы получаете смелость и уверенность, которых вы никогда раньше не знали. Вы должны быть знакомы с еврейской Библией, потому что истины вытекают из еврейской Библии. Мы не можем просто рассматривать Новый Завет в отдельности. Не пропустите нас на следующей неделе, это очень важная серия программ, и она точно изменит вашу жизнь. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословениям. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеть свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok и Благодаря Субтитры создавал DimaTorzok Шалом. Я надаваю вам Божий мир. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мирою, добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-78. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». В 3-м послании Иоанна, в 8-м стихе, Иоанн призывает верующих поддерживать тех, кто послан возвещать истину. Я приглашаю вас стать партнером служения, узнавая еврейского Иисуса. Как вы знаете, мы имеем возможность проповедовать об Иисусе на телевидении, а также в разных странах мира, но без вашей помощи у нас ничего не выйдет. Если вы верите в нас, если вы верите в Бога, то свяжитесь с нами, и мы расскажем вам, как вы можете стать партнером этого благословенного служения. Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».